Звёздный завтрак на Радио Шансон. И только для слушателей Радио Шансон Вика Цыганова нашла ценные пару часов, чтобы прибыть сегодня на Звёздный завтрак. Мы сегодня встречаем здесь у нас в эфире Радио Шансон долгожданную гостью Вику Цыганову. Вика Цыганова в Звёздном завтраке на Радио Шансон. И не одна она, с мужем, как всегда, с Вадимом Цыгановым. Вадим, тебе тоже утро. Доброе привет. Привет, всем доброго дня. А вот ближе к микрофону... Утро, всё-всё-всё говорю. Всем здравствуйте. Всем доброе утро. Давайте послушаем музыкальную справку сначала. Музыкальная справка. Вика Цыганова родилась 28 октября в городе Хабаровске в семье морского офицера. Любовь к музыке и народному искусству впиталась с детских лет. Папа хорошо играл на гитаре и фортепьяно, рисовал, мама пела, бабушка играла на балалайке и деревянных ложках. А дедушка Вики Цыгановой был баянистом. В 1985 году закончила Дальневосточный институт искусств по специальности актрисы театра и кино. В этом же году начинает работать в Еврейском камерном музыкальном театре. Далее в Ивановском областном театре драмы и музыкальном театре Магадана. С 1987 года Вика Цыганова становится солисткой группы «Море». Одна из песен в составе этого коллектива получает приз всесоюзного конкурса «Песня года». В связке с композитором Юрием Прялкиным и поэтом-мужем Викой Цыгановой Вадимом Цыгановым начинает серьезную работу. С того же момента начинается творческий взлет, запись хитов, альбомов и знакомство со многими знаковыми людьми. В жизни очаровательные гости «Звездного завтрака» на радио шансон Вики Цыгановой. «Звездный завтрак» Нам на самом деле говорить, не переговорить все подробности биографии Вики. Можно продолжать и продолжать до бесконечности. Мне так интересно, я ничего не помню уже практически. Вика, а вы же прямо как бы с корабля на бал, да, с Вадимом? Или наоборот, с бала на корабль? А у нас все вместе. И так, и так получается. Мы два дня назад приехали из Крыма и сегодня улетаем в Сочи. В Сочи открывать музей морских путешествий. Совершенно верно, да. У нас последние приготовления. Будь он не лазил этот псевдокоронавирус, он сбил все. Должно было в мае все это случиться. Но вот сейчас едем, потому что сняли карантин. Слава богу. Всем здоровья, ребята. Самое главное, страх, чтобы вас не поедал изнутри. Все остальное приложится. И Черное море нас уже всех ждет. Ну, с другой стороны, настолько, мне кажется, Черное море в этом году и ждет. Поэтому то, что был коронавирус, Вадим, это не так уж плохо. Другие моря пока недоступны, закрыты вообще. У нас каждый день новые новости, поэтому я поделюсь. Я из одной карточки перекинул деньги на другую, и у меня Сбербанк съел 1%. Мы сейчас сфотографировали твое лицо как раз в это время. Хорошие новости. Каждый день они поражают. Расскажите нам лучше новости из Севастополя. Как там в Крыму дела, Вик? Ну, там, как всегда, очень было, ну, как сказать, вообще даже не сказать, не пером описать. Очень здорово, очень сильный был концерт. Как всегда, было много людей. И, конечно же, после вот этого почти четырехмесячного такого стояния в стоиле дома, хотя было очень много концертов и проектов я сделала и сняла, и, в общем, онлайн-концерты записывала свой проект «Приходите в мой дом». Концерт в Севастополе меня взбодрил очень сильно. Я была в таком мужском коллективе, познакомилась с губернатором Севастополя. И публика, концерт на одном дыхании, конечно. Просто счастье. Вика идет по городу, ее все узнают и говорят, мы вас так любим, вот цветы. Бабушка продает цветы, она ей дает цветы бесплатно. Все узнают. Ну, это же кайф. Севастополь это уникальный город. Потому что здесь для нас он, этот город, наверное, с 90-го года, вот как все это началось, Вика там самый родной желанный человек. Поэтому все песни написаны, Андреевский флаг, это Крым. Только хотел спросить, Андреевский флаг прозвучал, да? Да, я открывала этим флагом. И удивительно, что эти песни, которые написал Вадим, они вот актуальны до сих пор. Одну из песен я не стала петь. Вот просто говорю, сегодня я ее не могу спеть. Но именно Андреевский флаг, это Крым, офицеры России, Россия. Я все пела. Даже спела Казаков. Два раза останавливался. Компьютер, ребят, ну это вообще... Ну, Вика работает вживую, поэтому, да. Мои годы вообще-то... Это только творческий шок. Айфон, понимаете, подлый. Там в Крыму он очень подлый. Показатель живого звука. Понятно, что нет фанеры никогда. А вот подробнее, над чем Вика сейчас работает, мы узнаем после небольшой рекламной паузы. Вайбер, WhatsApp для ваших вопросов открыт. 909-955-103-0. А ведь неспроста в эфире «Звездного завтрака» звучит песня «Ирина Круг» «Выдумки в летнем саду». Но сегодня Вадим Цыганов. С легкой руки Вадима Цыганова, как нам Вадим рассказал... Пошла творческая дорожка. Ну, почему я рассказал это? Рассказывает Ирина Круг. Я очень даже счастлив, что с этой семьей у нас связано много очень хорошего и трагического, я говорю, о смерти Круга. Поэтому я с удовольствием помогаю и помогал, и буду помогать Ирине. Поэтому там и Крестник, ведь Саша Круг — это сын Вики Крестный. Он же тоже запел. Да. Так у нас еще впереди много проектов. Я хочу сказать, что мы сейчас сделаем с радиостанцией «Шансон» впервые. Легенды Шансона. И 12 февраля в Крокусе будет... Вот, казалось бы, почему раньше не могли сделать? Столько самые легендарные люди. Но фишка заключается в том, что легенды Шансона поют самую любимую свою песню и самую любимую с детства чужую. Вот это будет откровение. Это будет новый контент для радиостанции. Люди сами будут вкладываться и делать что-то интересное. Радюш, я, наверное, пойду, буду петь по диким степям. Хорошо, я же не против. Но любимая же, никто не знает, какая песня будет. Давайте, кстати, немного музыкального контента. Лишь малую часть, сотую часть вообще песен Вики Цыгановой сейчас вспомню. Капелюшечку. Ну, давайте. Вот, лето пьяное. Это лихие 90-е, я так понимаю. Да, самые лихие, самое начало. Сколько детей ждет. Под эту песню, да, в голове дурман. Ведь хорошая песня, Мирослав, вообще. Да, да, да. До сих пор она воспринимается слушателями. Любимая хора вашей на песне. Да не только, я так понимаю. Я знаю, не, ну я так вот решила высказаться. Гроздь и рябина. Гроздь и рябина. Это уже, по-моему, двухтысячные, да? Нет. Нет, это тоже еще 90-е. А я даже помню клип, где Вика там с рябиной. Да, это как раз с Юрой Прянкиной. Причем, вы знаете, что писались альбомы практически на одном дыхании, а потом еще миксовались. И первая фишка была, первый альбом, когда вышел, мы написали второй альбом Вики, не показывая первое. Понимаете, чтобы люди искали. Такие у нас были... Вадим Борисович, это страшно. И самые первые разговоры были между песнями. Это мы первые использовались. Вот как будто мы писали в студии, что-то говорили. Любовь и смерть пошла. Песня, которая задала дух целому альбому в 94-м году. Да, целому поколению. Ну, ко мне даже приезжали люди по этой песне. Газманов приехал, сказал, сними мне такой клип. И позвонили из Голливуда. Мы хотим, говорит, выкупить этот ролик. Из Голливуда? Да, чтобы Вика только не пела, а мы вот, нам нравится. Атанцевала. Мы хотим выкупить. Вот он, вот он. Голливуд, конечно, без Андрейского влага, не Голливуд. Именно эту песню Вика Цыганова исполняла на площади Нахимова. В 2014-м поднимая дух севастопольцев и поддерживая их... И в 91-м году там. В 91-м, Анечка. Да. В 91-м году там. В строю с нами Бог. Песня на века. И Андреевский флаг. Ты понимаешь, тут все песни... Даже в Конституцию уже вписывают. Уже вписали, извините. Ну, конечно, мы не можем вспомнить еще и вот эту песню. Ясень золотой. Это одна из последних работ с Игорем Слуцким. Очень удачная, она очень душевная. А ведь клип, по-моему, только в прошлом году вышел на эту передовую. Да, Аня снимала. Вот у нас она здесь тоже снимает сейчас. Возможно, еще одно видео, да, Анна, появится? Начало положено. Хорошее начало. Будем биться. Сейчас снимаем тоже еще. Работа очень интересная. Давайте еще одну песню послушаем. Шикарную просто. Ну, это вообще классика, мне кажется. Какая-то. Русская водка, в общем, играет. И опять же, без клипа тут никак не обойтись. Там такое раздолье, такое веселье. Гогольц был с нами. О каждой вещи можно говорить и говорить. Действительно, Вика уникальный человек. Мы слушаем песню «Приходите в мой дом», слова, которые Вадим Тын написал, музыка Игоря Слуцкого. Песня, между прочим, которую желала сама Примадонна, но Вадим Цыганов не сдался. В 4 утра позвонила в пятницу 13-го Алла Пугачева. Ну, ладно, Вадим. Это действительно правда. Она до последнего упрашивала, да? Она до последнего упрашивала, да? Она до последнего упрашивала? Нет, она один раз позвонила, я ей вежливо сказал, пойте, но продавать и дарить у меня очередь, говорю. То есть она хотела прям права только, чтобы у нее были. Она хотела эту песню исполнить вместе с кругом? Нет, сама. А, сама? Ну, это уже было бы не так. Там же получилось, что Вика спела, и первый раз где-то ее проиграли, и все услышали. Вот удивительно. Она где-то прозвучала, где-то, и все услышали, и прибежали, вот эту песню отдай мне. А потом Миша приехал же, говорит, продай. Я говорю, да я подарю тебе. Давайте дуэтом. А он мечтал же всю жизнь спеть с Викой. Он же приезжал. А мы об этом немного поговорим. Вадим, это правда, что эту песню не брали сразу на радио, да? Да, сначала как-то вот. И оценили только потом. И с Калины Красной так произошло. Удивительно, песни, которые в последующем стали классикой жанра, да, первоначально. А я всем так говорю. Вот мы сейчас сделали альбом с Фиот за ноти, я говорю, вы еще не понимаете, что мы сделали. Мы на шаг вперед всегда идем. Это будет. Но мы до этого дойдем, дай время, пожалуйста. Вика Цыганова и Вадим Цыганов у нас сегодня в гостях. Да, я завтракаю, потому что все говорит Вадим. Плюс семь девятьсот девять, девять пять пять сто три и ноль. Пишите, пообщаемся. Звездный завтрак на Радио Шансон. Беспроста в репертуаре Вики Цыгановой появилась песня «Ясень золотой», потому что по гороскопу друидов у нас Вадим Цыганов оказался ясенем. Так я и писал поэту. Про себя золотого написал. Уже никто не знает, просто вот оно и открылось. А Вика Рябина, правильно? Нет, я орех. А, ты орех. Я крепкий орешек. Вадим, где песня про орех? Что за недочет? Обещали рассказать, чем Вика Цыганова занимается сейчас. Ребята, как ваше сотрудничество с Федором Конюховым? Оно продолжается? Дружба продолжается, сохраняется? Конечно. Федор строил свою деревню, возводил часовни. И дальше рассказываю, Вадим. И обещал воскресенье к нам приехать. Ну, с Федором действительно очень интересно. Невероятный человек. Никто не верил, что он займется именно так своим художеством. Все эти три месяца, я, наверное, он пишет по 2-3 картины в неделю, пересылает мне все эти фотографии, мы с ним общаемся. Правда, у него сейчас гигантомания. Он пишет картины 5 на 6, 10 на 8. И я что-то пробую сказать, и мы с ним деремся по этому поводу. Я говорю, куда это ставить? Нет, они должны висеть в музеях, в офисах громадных. Ты ничего не понимаешь. Ну, короче, война по всем направлениям. Но гениальный человек, гениальный художник. Мне очень нравятся его картины. Вика же делает сейчас коллекцию арт конихов на Mercedes Fashion Week. Должны были весной. Но вот помешал опять этот проклятый недопсевдокоронавирус. Ну, надеемся, что в сентябре, в октябре Вика даст коллекцию и взорвет Москву. Потому что потрясающе. А путешествия конихов продолжаются? Ну, какие сейчас путешествия? Сейчас они только виртуальные. Ну, какие-то планы у него есть, куда-то еще отправиться? Ну, конечно, конечно. Было поднятие, практически договорились с саудитами. И вдруг вот опять война помешала нефтяная. Не, реально, уже все готово. Были из Саудовской Аравии подниматься на воздушном шаре. Но сейчас все же живой организм, жизнь, да? Она продолжается. Я думаю, сейчас это все закончится. Сделаем выставку Манежи в Питере. Федя может посидеть дома. И на ВДНХ. Не гуляй. Картины потрясающие. Вот зайдите, посмотрите. Мы оформляем сейчас рамы, делаем с ним, работаем над новой коллекцией картин. Вика работает над коллекцией арт конихов. Я уже давно на ней работаю. И она так пухнет у меня, пухнет. Я уже жду, когда будут показы, потому что тоже будет и лето, и зима. И вот я захожу в Инстаграм на страничку Цыганова Фэшн, я вижу тут такие народные мотивы, природные мотивы. Кашемир, шок. Но может, все не показывает, Вик, конечно же. А, все не показываете. Конечно. На самом деле мы сейчас сняли клип. Так. Просто офигеть на песню с группой Юг. Вот. И там у нас галерея, в которой есть картины Конюхова. И очень много секретов в этом клипе есть. А стилистика там народная, современным замешана что-то? Ну, это вообще... Арт Конюхов? Нет, это тут... Кич полный. Больше такой арт, выверенный, плюс... Я про клип говорю, а ты про коллекцию? Нет, а тут все вместе. Нет, тут просто само название. Все вместе, это просто офигеть, ребята. Вот это вот по хэштегу ищите нас. Ну, просто офигеть это сейминутная такая вещь. Все тоже связано с нашим временем, с этими выборами, с этими коронавирусами. Да вообще с этой абсурдной жизнью. Ну, это такая легкая ухмылка по поводу происходящего. Ну, в том спойлере, который вы выложили на YouTube, ну, помимо группы Юг и смелого образа Вики, там и оружие я видела, там еще был вот этот козлик Яша, который нашумел просто в Instagram Вики. Расскажите нам об этом животном. Вика, как оно появилось вообще? Козел стал уже большим. Я его вчера маме пошла помогать, потому что выходной день и у нас работник отдыхает. Бодается? Нет, он нежный такой же, только уже подрос. Ты понимаешь, этой женщине удалось приручить козла. Он целуется. Ну, они вообще, вы знаете, даже психологи говорят, когда у людей есть какие-то там, ну, проблемы с нервной системой, им рекомендуется спать там стоили, насиновали, и рядом что были или овцы, или козы. И козленок или козочка, он действительно потрясающий, он нежный, он абсолютно ручной. Он меня запомнил, я его не видела почти. Так нет, и ко мне идет на руки. Вот прям берешь, он приподходит, и на руки идет. Только я его уже еле в это стойло поставила, потому что он уже... Целуется, не шевелится, вот на руки повынет, и он замирает, и смотрит суд. А почему Яша, кстати? Не знаю, я... Няша и Яша. Потому что, когда они родились, он говорит, Паша и Маша, я говорю, не надо, это вы Няша и Яша. Вы писали в Инстаграм, что он стал звездой телевидения, где засветился Яша? А уже на первый канал звали, мы отказали. Мы отказались, я сказала, только за деньги. Бережете? Яшу, да, потому что музыкантов надо кормить. Сидеть столько без работы, Яше просто так без боя не отдам. Найдет ли Яша отклик в коллекции Вики Цыгановой, интересно, появится ли этот принт? Уже нашел, потому что он уже отснялся в клипе, вот. И, конечно же, еще проект, о котором я хочу сказать, это «Приходите в мой дом». Это мои беседы с моими близкими людьми. О, кстати, об этом YouTube-проекте мы поговорим после небольшой паузы. У нас Вика Цыганова в гостях. 8-909-955-103-0. Вика, практически на каждом фото мы не могли спросить, понимаешь? Сейчас, пока люди гуглят Инстаграм Вики Цыгановой... А пока мы прервемся, послушаем автомобильные новости. Звездный завтрак. Лавстори на века. Вика и Вадим Цыгановы у нас сегодня здесь, в Звездном завтраке. Вика, мы никогда об этом не говорили. А как вы познакомились вообще с Вадимом? Расскажите нам эту историю, с чего она завязалась у вас? Ну, первый раз мы увидели друг друга в славном городе Сочи, куда сегодня едем. Вот видишь, опять какое переплетение. То есть ты там выступала, правильно? Да, я там работала в театре, в молодежном театре, как раз вот этот, в Магаданском. Вот, играла там два спектакля. Но меня взяли, поскольку у меня не было московской прописки, работать в Магадане, прописка все равно нужна была, потому что здесь же много вузов, артистов много. Вот, но повезло только мне, потому что я еще работала костюмером, гладила костюмы. То есть Вадим сидел в зале, смотрел твой спектакль? Нет, он приехал к своим однокурсникам из Дитиса. Я пошел за пивом, принес шашлыков. Ну, как всегда. Да, и там все. Вылил пиво на ее белье, которое она гладила. Нет, не пиво, ты бросил мокрое полотенце. Пиво перед спектаклями никто не пил из ребят, кстати. А у них прям были по два-три спектакля не работали, я где-то в середине ворвался. Чос, чос. А Вика, честно говоря, работала золушкой, она и главную роль играла, и гладила всю эту историю. Вика, а как ухаживал, Вадим, расскажи? Цветы, все по стандарту или нет? Взял и мое? Все вообще не стандартно было. Вообще, да нет, ну зачем? Я не стандартно. Боже, подождите, можно я скажу? Он сейчас за мной ухаживает. У нас идет прямая трансляция вот на YouTube в наших официальных группах, ВКонтакте, в Одноклассниках. Ребята, зайдите, посмотрите. Это абсолютная милота, нужно видеть просто. Как спустя долгие годы Вика гладит Вадима. Они как лебеди сидят, во-первых, рядом, не отпускают друг друга. Как лебеди, раки и щуки. Но при этом долгие-долгие годы... Это уже другая семья какая-то. Ну, мне с ним очень интересно, я думаю, что ему тоже. Он все время трогает мою талию, говорит, ни одного сантиметра нет лишь. Ну, талия достойная. А он в этом плане очень строгий, да? Да, я вчера два часа йогой занималась. Каждый день у нас баня. Но ведь благодаря Вике и Вадим тоже похудел в свое время. Я помню этот год, когда Вадим предстал перед всеми просто стройняшкой. Было, было. Каждый день отжимается, делает поклоны, приседания. Всех при этом кормит, поет, там рыбу жарит каждый день. Все приходят, все острые братья. Нет, если здоровая пища и физические упражнения, то это, наоборот, только в плюс. И пища очень самая вкусная. Я даже не буду говорить, какая, но самая вкусная. Я мало очень стараюсь заниматься этим. Вадик меня взял сразу, потому что от него шла такая какая-то вот надежность. И он такой котик прям. Ну, я не верю, что в эти годы рядом с такой длинноногой блондинкой не было ухажеров. Мне кажется, боже, вот эти вот красные сапоги, длинные ноги, короткую юбку. Не, Анечка, ты знаешь, я как-то вообще не помню этого. Я всегда смотрела на эти зеленые глаза с ресницами, которые смотрела на меня. Аня, это ты не помнишь. Вадим вспомнил. Я-то все. Я не злопамятный. Да ладно, вы сейчас нас еще поссорите. Знаете, как мы дракуем? Да шутка, шутка. Давайте перенесем эту всю студию. Шутка, шутка, шутка. Наоборот, это будет скандал, наоборот, драка в прямом эфире на радио Шамсу. Только в полевое кое-кому. Собчак еще позовем, давайте. Поломаем нос и пойдет дальше. Давайте, нет, давайте. Нет, все хорошо было, правда. Мы, началось у нас с творческой истории и заканчивается, наверное, доминирует это. Плюс такое еще желание человеческого общения. И все хорошо. Слава богу. Вот свое человеческое общение и желание человеческого общения Вика воплотила в проекте «Приходите в мой дом». Это YouTube-проект. Я вспоминаю просто нашу последнюю встречу. И Вадим сказал, Вика выходит в YouTube. Она будет штурмовать эту соцсеть. И вот появились звездные интервью. Вики, и расскажи, Вик, кто те люди, которые попадают к тебе на интервью? Ну, первый человек, это был мой друг, замечательный народный артист Александр Яковлевич Михайлов. Да. Вот, он мне подписывал диплом об окончании института. И мы дружим с ним больше 30 лет. Вот. И я его пригласила. Ну, это же мой дом. И вот тут такой, какой-то родился свой особенный формат разговора по душам. Я говорю, Александр Яковлевич, что вы хотите сказать? Вот он все говорит про Мишу Евдокимова, проводит вот эти концерты, память его, поддержку. Я говорю, придите, расскажите об этом, вот, что хочется сказать. Что вот всегда не спрашивают, а вот остаются так за кадром. Потому что мне-то не жалко. Вот. И у нас очень хорошее было интервью, очень душевное, такое мягкое. И было хорошее интервью с Ярославом Сумишевским. Он тоже как-то первый откликнулся. Я говорю, ты такой народный махор, народный такой артист. Тебя очень люди любят. Я узнала, что он тоже дальневосточник, родился на Сахалине. Вот. И душевненько мы поговорили. И мне интересно в человеке что-то откопать, чем я могу обогатиться сама. Вот, понимаете? Это никакой не манипуляции, никакой там нецензурной там... Не провокации какие-то, скандалы, как обычно это делают. Нет, нет, нет. Нет, ну вот, допустим, с девочками с группой Юг мы записали очень веселое интервью. Оно сейчас выйдет. И оно действительно такое в тонусе. И как мой один педагог, у которого я консультируюсь, он сказал, Вика, главное, чтобы не было никакой манипуляции. Ты, человек верующий, православный, делай, чтобы это было вот именно для души, для тех людей, которые в этом нуждаются сегодня. И одно интервью было с мамой. Вот мы видели прекрасное интервью, да, с Людмилой Михайловной, но при этом вы вышли на YouTube. Это достаточно смелое такое пространство, да, куда, вот, допустим, то, что показывают на YouTube, на телевидении не покажут. А, соответственно, люди туда выходят за, ну, пусть это модное слово, хайп, я не знаю, чтобы набирать просмотры, чтобы потом это дело монетизировать. Зачем Вика Цыганова вот с таким душевным, хорошим форматом вышла на YouTube? Ну, потому что надо ловить души, оставшиеся в живых. То есть ты несешь просто такую благую цель в массы. Я не знаю, что я несу. А можно я скажу? Ну, на самом деле, я так от этого далека, я просто, я использую эту площадку для того, чтобы действительно с людьми поговорить. И если эти люди есть, потому что не все люди среди нас. Ребята, не полещайте. Вот смотрите, очень важно, буквально позавчера там мы сидели, разговаривали, и с одним артистом мы говорили, кто для кого работает. Вот он говорит, вот я работаю для народа. Я говорю, да, хорошо. А мы работаем только для пассионариев, для тех, кто думает. Это тот же народ, но только избранная его часть. Мы работаем именно не на интеллект, на душу. Потому что вся наша жизнь, это наше пребывание, это война за душу. Больше ничего нет. Вот чем и занимается. Мы выбираем именно душевных людей. Я говорю, как и про песни. И также мы говорим про это интервью. Именно те люди, у которых есть душа, которые могут заплакать. Здесь вот все названные люди, которые нам были, они именно такие. Вот я говорю даже про Игоря Стрелкова. Многие знают его как воина, как там бескомпромиссного, с пистолетом, с маузером. Он плачет, когда говорит. Это реально. Кто следующий будет, Вика, у тебя в доме? Ну, я жду Ирину круг с Сашей, потому что я хочу пригласить их именно вдвоем. О! Да, и у меня вопросы такие. Не знаю, может быть, Ирина как-то немножко так переживает на эту тему. Но Саша мне говорит, Вика, я тебя так люблю. Поэтому я хочу с ними вдвоем поговорить. Это будет интересно. Конечно. Да, будем ждать с нетерпением. Тем более он готовится стать артистом. И он очень обаятельный, красивый молодой человек. Добрый. Я очень хочу, чтобы таких людей видели в Ютьюбе. Мы немного, да, прервемся. У нас Вика Цыганова в гостях. 8909-955-1030. А вы пока погуглите. Приходите в мой дом с Викой Цыгановой. Звездный завтрак на Радио Шансон. О том, что любовь живет, мы сегодня убедились на все 200%, потому что у нас сегодня в гостях Вика и Вадим Цыгановы. Между ними она бесконечно живет и во время эфира, и за эфиром. Свой вальс отплясывать буквально через несколько часов. Эти творческие люди будут уже в городе Сочи. А сегодня они здесь, в Звездном завтраке. Кстати, Сережа Куприк нас слушает. Вам ребята передают огромнейший привет. Спасибо, Серега. Приезжай ловить рыбу. О, это хорошо. Так, тут еще большие приветы из Ростова-на-Дону. Вика, все требуют концерта. Они же будут, вы же их возобновите. Ну, от Вики-то что зависит? Я пришла, да и пою. Главное, чтобы прийти. Сейчас, чтобы отменили они, я все-таки взываю к нашим, кто на это способен отменить всю эту пандемию. Знаю, что уже здравый смысл побеждает. А люди, конечно, хотят. Хотят, а мы с удовольствием. Только позовите. Только мы и хотим. И хотим. А какой-то уже план намечен городом? Вы знаете, все отменяется, все переносится, творится что-то очень нехорошее. Ну, я живу вот так вот по смирению, потому что я уже пенсионер, в принципе, спила я много. Слушайте, ну... Я отдыхаю, я в доме не жила столько вообще за всю свою жизнь. Дай бог, Вика, чтобы все пенсионерки вот так вот выглядели, как ты, на самом деле, и носили те же сумочки, что и у тебя. Что в сумочке тебе? О, какой! Мы открыли Инстаграм... Поглох! Мы открыли Инстаграм и заметили там, значит, модненькую сумочку марки Шанель. Да и не только сумочку, еще и многие другие вещи. И не могли, конечно же, Вика, не залезть в эту сумку. А точнее, ты сейчас это сделаешь. Пять вещей, вот вытащи, пожалуйста, просто, вот наугад, просто пять вещей. Это... Любых. Очки. Так, хорошо. Пудра. Пудра. Что там еще? Ну, еще одни очки не считаются, правильно? У женщины в сумочке есть все, я не поверю, что там только очки и пудра. Наушники. Наушники, так, хорошо. Пять? Да, пять. Паспорт. Паспорт. Отлично, потому что впереди путешествие. Матронушка. Матак. Икона. Икона, отлично. Раз, два, три, четыре, пять, да. Пять. Да. И при этом... Салфетки. И сто долларов. О, полный боекомплект. Фу-фу-фу. Валюта пошла. Пошла валюта. Ну, а чтобы узнать, собственно, что эти вещи говорят о Вике, мы свяжемся с врачом-психотерапевтом высшей категории. Александр Михайлович Федорович с нами. Александр Михайлович Утро Доброе. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Вика, я вас приветствую. Александр Михайлович, тут на самом деле не один пациент. Тут двое, потому что Вика и Вадим Цыганов. Мы тяжело больны друг к другу. Значит, смотрите, у нас тут сумочки, ну, в принципе, все по стандарту. Паспорт, очки, пудра, икона и сто долларов. При этом сумочка небольшая, но вместительная. Что можете сказать? Наушники еще. Да, еще наушники. Ну, и сама сумочка, это тоже бренд. И все перечисленное позиционирует Вику как человека, который, в принципе, готов к неожидностям, но все эти неожидности решаются через себя, через свои возможности, и, по большей части, вот через очень тонкое сочетание внешности и внутренности. То есть этот человек готов к любым неожиданностям. И даже есть такая шутка, что жизнь удалась, если ты идешь встретиться с друзьями вечером, и на всякий случай берешь с собой загранпаспорт. Да-да-да-да-да-да. Это так и есть, да. Вот как раз-таки у Вики Цыгановой свой загранпаспорт практически в сумке. Вот да. Спасибо огромное, Александр Михайлович Федорович. С нами был на заднем. Вика, точное попадание. Серьезный завтрак. Ну, в принципе, да, потому что я могу жить в любых условиях, в любых обстоятельствах, и приспосабливаться я умею. Именно такое чувство выживания у меня есть. Если есть одну картошку или гречку, я могу есть так. Если надо есть сыр или устрицы, я тоже не откажусь. Поэтому площадка, это хоть, я не знаю, танцплощадка, понимаете, клуба там в Хабаровске, где я пела, выступала. Или это Кремль. Или Шахта за бой. Тут без разницы. Или КамАЗ в Чечне, с которого я пела. То есть, ну, в общем, выживать-выживать. Вы упомянули спойлер песни «Просто офигеть», которую Вика сделала вместе с группой «Юг». Вика, ты открыта к музыкальным экспериментам? Конечно. Либо Вика Цыганова останется в творчестве все той же душевной, любящей Россию, матушку. Ну, а разве это мешает любить матушку-то? Подожди. Ну, я сейчас говорю об экспериментах музыкальных. Ну, эксперименты... Да, Вика вообще сама эксперимент там ходячий. Да, вот эта психолог, кстати, не сказала об этом. Ты просто не... Это главный диагноз. Она же пела во всех жанрах практически. Я не знаю ни одной артистки или артиста, которая попробовала себе вообще... А так отсорбировались песни такие знаковые? Рок-н-ролл, фольк, романсы, шансон, эстрада. Рэпа, по-моему, нет еще. Мы сегодня сказали, что для водолея надо продолжать северные вещи. Они пообещают. Да, да, да. Мы попали в яблочко. Да, северный ветер. А еще мы сегодня сказали, что этот год у радиошансон юбилейный, нам 20 лет исполняется. И вот прямо с 2000-х, собственно, у нас в эфире песня Вики Цыгановой. Вика, если отмотать 20 лет назад, ты можешь себя охарактеризовать тремя прилагателями? Давай сначала ты, потом это сделает Вадим. Вот Вика Цыганова формата 2000-х годов. А мне кажется, ничего не изменилось. Ничего не изменилось? Не, ну по внешности-то точно ничего не изменилось. Эксперимент, храбрость. Так. Жёстче не стало? Нет. Нет? Я даже немножко добрее стала. Хотите сейчас заплачу? Нет, не надо. Не надо. Лучше смейся. Не надо подзанусь. Вадим, Вика Цыганова 2000. И творчество Вики Цыганова 2000. Мне кажется, это совершенно два разных человека. О, видите как. Поэтому мы и живём. У нас союз, это шампанское. Я вода, он пузырьки. Совершенно. Два разных человека. Раньше она вообще, мне кажется, не думала. Жила эмоциями и песнями. Такая лёгкая, воздушная, как зефир, да? Вы знаете, я сегодня ночью вспоминал. Вот её вот в те года, она не знала, что это даже телефон. Когда появились даже телефоны, она с собой не носила телефоны. То есть она полностью вот жила только концертами. Что-то делали, никогда не было. У ней не было никогда ни своих денег. Ну сейчас-то 100 долларов уже мы видели. Да, это она не всё показала просто. Там ещё. Нет, она вот была вот человек полностью погружённый только в творчество. А сейчас человек это мыслящий, занимающийся своими проектами. Спасибо, Вадика. Какой-то свой большой интересный бизнес. И то ли ещё будет на самом деле. Да, и она развивается. Она... Раньше я таскал её, сейчас она меня может затащить по всяким экспериментам. Мне кажется, это, знаешь, это всё-таки смирение какое-то. Очень здорово. Мне нравится. К сожалению, время нашей встречи подошло к концу. На самом интересном месте, как это обычно бывает. Терпение и смирение, ребят. Вика и Вадим Сагановы у нас сегодня были в гостях. Спасибо. Спасибо огромное за то, что пришли к нам в гости. До свидания. Всего вам доброго. Какой вкусный. 20 лет юбилей. Поздравляем! Звёздный завтрак на Радио Шансон.